Настоящее и будущее российской армии с точки зрения оснащения боевой техники сегодня увидел Владимир Путин. На международной выставке вооружения в Нижнем Тагиле он ознакомился с новейшими отечественными разработками. Премьеру, среди прочего, показали модернизированный танк Т-90С. Из опции у него не только артиллерийское и ракетное вооружение, но и автоматическая коробка передач и климат-контроль. Передает Инна Осипова. Не каждый танк пролетит 10 метров в прыжке. Для Т-90С это не проблема. А теперь он еще и стреляет в полете. На Тагильской выставке вооружения Russian Expo Arms сегодня впервые была показана новая модернизированная модель знаменитого летающего танка Т-90С. До сих пор она относилась к разряду особо секретных разработок. Прибывший на выставку премьер-министр Владимир Путин лично протестировал новую машину, посидел на месте командира и оценил систему управления. Выступая перед участниками и гостями Russian Expo Arms, он особо отметил, что государство поддержало оборонную отрасль в кризис. Безусловно, государство как уделяло, так и будет уделять этому самое первостепенное внимание и значение. Вкладывать ресурсы в обновление предприятий оборонно-промышленного комплекса. В подготовку кадров, в инновационные технологические заделы, которые способны стать базой для качественного роста всей национальной экономики. Вы знаете, что наряду с принятой программой по вооружениям, принята и программа, триллионная программа, не один триллион, три триллиона заложили в обновление нашего ОПК. Для того, чтобы мы могли с вами надежно, на перспективу обеспечить безопасность и суверенитет нашей Родины. В ближайшие 10 лет, дал понять Владимир Путин, будет проведено полное переснащение армии, поэтому новые разработки будут поддержаны. Уралвагонзавод, который отмечает в эти дни 75 лет, уже сейчас имеет рекордную загрузку, даже по сравнению с советскими временами. Уж в чем в чем, а в оборонной отрасли Нижний Тагил на самом деле рулит, не скрывает заводчане. Модернизированный танк Т-90С лучше подтверждение этому. Если выражаться языком автомобилистов, то Т-90С предстал совершенно новой комплектации. Внешне кузов почти не изменился, а вот наполнение, новая пушка, новый двигатель, новая коробка передач, то есть управлять танком теперь можно даже на автомате, а в салоне, по желанию заказчика, устанавливается климат-контроль. По словам разработчиков, по сути, это уже танк нового поколения, он еще и легок в управлении, поскольку установлен штурвал. Самое главное, то что у него изменено вооружение, более мощный двигатель, автоматическая коробка передач, динамическая защита, пулемет измененный, он более защищенный, более точный. Ну и самое главное, это программно-технический комплекс, который позволяет вести очень точный огонь. Другая новинка выставки машины огневой поддержки танков «Терминатор». Она уничтожает любых противников, как наземных, так и воздушных. Владимир Путин особо отметил еще одну новейшую разработку, мощь которой на полигоне не продемонстрировать. Зенитно-ракетный комплекс «Смерч С-400». Всего в 8-й выставке вооружения «Рашн Эцпо Армс» принимает участие порядка 300 производителей, как российских, так и зарубежных. Владимир Путин осмотрел сегодня выставленные образцы техники, некоторые из которых ему тут же демонстрировали в действии. После показательного военного шоу премьер отправился в цеха Уралвагонзавода, где у него встречи с рабочими. Инна Осипова, Артем Пифанк, Наталья Сброжек, Андрей Мошкин, НТВ, Свердловская область.